Перепады температуры на стыке осени и зимы всегда бьют по здоровью особо уязвимых людей, метеозависимых. Каждая оттепель для них – испытание. Голова начинает болеть, кружится, давление поднимается, и сердце тоже зажимает. Я валерьянку пью, корвалол, и, конечно, давление таблеточки заранее пью. Давления нет, на погоду не реагирует. Давление поднимается, слабость какая-то, головокружение. Я уже старенька. Кардиолог Ольга Абашина замечает, после резкой перемены погоды поток обращений в поликлинику возрастает. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно остро реагируют на перепады атмосферного давления, жалуются на головокружение, тошноту, бессонницу. В зимнее время особенно четко должны следить за уровнем артериального давления, за показателями пульса, за приемом и корректностью приема назначаемых препаратов. Чтобы капризы погоды переносились легче, медики советуют исключить тяжелую и жирную пищу, больше двигаться, гулять на свежем воздухе. Тем более погода позволяет. Оттепель и снегопад, внезапно сменившие морозы на прошлой неделе, отступили. В ближайшие три дня в Самаре и области ожидается настоящая зимняя погода. Будет солнечно и без осадков. В ночные часы температура воздуха будет опускаться даже ниже 20-ти градусной отметки, а дневные температуры будут держаться вблизи 10-ти градусной отметки. К выходным морозы ослабеют, пойдет снег. Погода для последних дней ноября нормальная, говорят в гидромедцентре. Аномалии не отмечают. 30 ноября по народному календарю Григорий Зима указатель. В этот день наши предки закатывали зиму. Кувыркались по свежему снегу и старались укатиться как можно дальше, чтобы следующий год был удачным. А еще в этот день судили о характере будущей зимы, которая уже здесь. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.